Мэр города Советска в Калининградской области подал суд на популярную социальную сеть за опубликованное без его ведома фото. На снимке Николай Воищев в неглиже с товарищем и собственно благодаря одному из них Мирли узнал какой торс у градоначальника. Пострадавший намерен наказать всех причастных к утечке, рассчитывая, что его здоровый сон и репутацию вернут 400 тысяч рублей. Светлана Бобруенко пообщалась с обиженным мэром и узнала, что думают горожане. Собрались как-то в мотеле мэр города с друзьями. За отдыхом веселой компании решили и видео снять, и сфотографироваться, а потом в сеть выложить. Правда, вскоре опомнились. Таким оголенным градоначальника еще не видели. Они меня обидели, потому что, повторяю, что у каждого из нас есть работа, есть служба, мы где-то чем-то занимаемся, да, а есть личное свободное время. И вот я в отпуск уезжаю максимум на 14 дней в году. И поэтому это мое личное время. И я против того, чтобы в мое личное пространство вторгались. Фотографию мэра опубликовали в паблике подслушанно в Советске. С тех пор Николай Ваищев даже спать спокойно не может. Много очень комментариев. Понимаете? Очень много комментариев, которые, ну, мне неприятны совершенно. Вот и все. Обиженный сити-менеджер решил найти и проучить виновных. Ими оказались 19-летняя Виктория, администратор группы и сама соцсеть. С них Ваищев вместе со своим другом, владельцем мотосалона, и потребовал 400 тысяч рублей морального вреда. Мы, может быть, хотели показать, как отдыхает чиновник, какая у него классная татуировка, между прочим. Ну и все. То есть, ну, не было никакого злого умысла. Ну, я и за себя говорю, но я его и не опубликовывала, этот пост. Ну, и за своих, так сказать, коллег. На защиту Виктории встали местные жители. Они показывают разрушенную набережную прямо на границе с Литвой. А ведь когда-то на этих берегах Александр I и Наполеон заключили Тильзитский мир. Люди призывают мэра опомниться. В городе столько проблем, а он судится из-за фотографии, которая попала в сеть. Была построена школа, был построен детский сад. Сейчас это все трескается и рушится. Почему-то не подают в суд и не решают проблемы. Масло в огонь подливают юристы. Говорят, шансов выиграть дело против паблика у Воищева практически нет. Он лицо публичное, а значит, его фото всеобщее достояние. Раньше надо было думать. На самом деле, лицо должно было само не допускать как создание такой фотографии, так и ее публикацию. В данном случае он этого не сделал, поэтому это и стало предметом обсуждения. Точку в этом нелегком споре поставит суд. В случае победы Николай Воищев пообещал отказаться от моральной компенсации в пользу своих юристов. Тем временем жители города готовы собрать деньги на оплату адвоката для Виктории. Первое заседание по делу состоится 12 декабря. Светлана Бобруенко, Елена Калинина и Алексей Качан. Известия специально для Пятого канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова